Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня хочу затронуть очень важную тему. Наверное, она одна из самых важных, и она касается углеводов в нашем питании. Сейчас я нахожусь в Турции, это пятизвездочный отель, где все включено, и я смотрю, что едят люди. Я сначала смотрю на тарелку, а потом смотрю, как этот человек выглядит. Вы знаете, прямая корреляция. Чем больше углеводов в его тарелке, тем больше жира на его боках. Здесь я встречаю людей, мужчин беременных, это не 40 недель беременности. Я акушер-гинеколог, я точно определяю, сколько недель беременности, ну вот по размерам матки. Но это, наверное, 42 недели беременности, это переношенная беременность. И беременных мужчин значительно больше, чем беременных женщин. Красивых тел крайне мало. Слушайте, ну мы же можем с вами это интеллектуально понять, но я сейчас не об этом. Вы знаете, что передозировка углеводов в нашем питании грозит, ясное дело, лишними килограммами жировой ткани. Но я сегодня действительно не об этом. Я хочу вам рассказать следующий этап. Что делает глюкоза, которая проникает в кровоток из вашей пиццы, из ваших суши, из ваших макаронов. Что она делает, когда она, глюкоза, в кровотоке? Представьте, я не я. Я глюкоза не в вашем кровотоке. Главное, чтобы не в вашем. Я попала в кровеносную систему. Я молекула глюкозы. У меня такой топорик есть за спиной. И я с этим топориком, я на охоте. Поймите меня правильно, я нормальная глюкоза. Что я вижу? Мимо меня проплывает белок, плазмы, крови, иммуноглобулин, транспортный белок. О, гемоглобин, круто! Вот, я нахожусь в таком туннеле. Этот туннель создан клеточками. А клеточки, они все живые, они тоже из белка состоят. Ну, в общем, я глюкоза, я в этом туннеле. Я достаю свой топорчик и думаю, кого бы мне грохнуть. И первый попавшийся белок был гемоглобин. Я его хрец! И все, и нет гемоглобина. Это будет называться гликированный гемоглобин. Как сама реакция называется? Реакция называется реакция гликирования или гликозилирования белков. На обычном языке это засахаривание. Помните, нам говорили в детстве, не ешь сладкое, попа слипнется. И мы с вами точно знаем, мы с вами взрослые люди, мы знаем, что она не слипается. Так вот, слипается не попа, а слипаются вот эти белки, которые уже не могут себя вести нормальным образом. Этот гемоглобин уже не будет таскать кислород. Это гликированный гемоглобин или убитый, или засахаренный, или гликозилированный гемоглобин. Такой гемоглобин будет ходить по вашей крови примерно 120 дней. Потом его утилизирует селезенка. А эти 120 дней все будут думать, что этот гемоглобин работает, а он на самом деле не таскает кислород. И если бы гликация касалась только гемоглобина, так нет. Гликация касается абсолютно всех белков. Ладно, теперь я глюкоза, у меня топорик, и я вижу, что на меня идет альбумин. Я ему хрец, и этот топорик прям межглаз. Все, этот альбумин становится мусорным белком. Этот мусорный белок будет циркулировать по крови энное количество времени, может попадет даже в межклеточное пространство, кто его знает. Ну, в общем, это дохлый белок. А альбумин, он не просто так шел. Он шел для того, чтобы соединиться с билирубином и сделать из очень токсичного, из очень ядовитого соединения под названием билирубин, сделать безопасное соединение. Но не вышло. Поэтому билирубин остался билирубином, а белок дохлый циркулирует по крови. Эта ситуация, еще раз напоминаю, называется гликация. Ладно, отвлечемся и от этого. Организм, верхнее сознание где-то схватило вирусную инфекцию. Вирусная инфекция не то чтобы сложно, не то чтобы... Ну, в общем, организм может ее отразить. Организм быстренько делает иммуноглобулины. Сделал иммуноглобулин М, потому что впервые была встречна эта инфекция. Это иммуноглобулин быстрой реакции. И этот сложный иммуноглобулин М, белковая молекула, идет туда, куда он должен сработать. И тут я, глюкоза. Потому что верхнее сознание вчера съела 500 грамм пиццы и запила целым литром пива. И то углеводистый продукт, это углеводистый продукт. И глюкоза полна в крови. И вот я эта глюкоза убиваю, в том числе этот иммуноглобулин. Организм не справился, не смог, потому что он сделал все, но мы ему помешали. Чем помешали? Своим питанием мы ему помешали. Поэтому, уважаемые дамы и господа, 600 раз подумайте, что положить в свой рот. Потому что то, что вы положите в свой рот, через 40 минут или быстрее уже в вашей крови. И если это глюкоза, то имейте в виду, что это совершенно небезопасно. Наверное, самый опасный компонент питания, если не считать фруктозу, это глюкоза и это реакция. Теперь вы о ней знаете, это гликирование. Ладно, давайте и от этого с вами отвлечемся и подумаем о гликации кровеносных сосудов. Если стеночку кровеносного сосуда, вот стеночка, я ее разрезала вдоль и показала вам интиму кровеносного сосуда. Она состоит из клеточек, из живых клеточек. В структуре этих клеток находятся белки. Но я же глюкоза, я же убийца белков, профессиональный. Я подхожу к клеточке, выбираю белок в ее структуре, и все. И там, где был белок, там, ну, фактически, рытвина или, ну, кто помнит, как выглядят, есть такие дыни, называется дыня репанка. Это дыня, которая вся-вся-вся в каких-то, она в каких-то таких вот, как это назвать? Ну, в общем, не ровная поверхность, не гладкая поверхность, а вся в изъянах таких. Вот вся в изъянах, слизистая, точнее, не слизистая, а интима кровеносного сосуда. Соответственно, ну, вот возникла дырочка, вот она возникла дырочка. А кровеносный сосуд не может этого позволить, потому что если дырка, если овраг, если рытвина, если трещина, то мы чем-то должны ее замазать, потому что иначе будет тромбообразование. Чем замазать? Ну, чем замазать? Это же элементарно, замазать холестерином. И мы берем холестерин, плохой, хороший, какой под руку подвернулся, и замазываем эту рытвину, эту дырочку, замазали. Все ровненько, зашпатлевали. Но где-то в другом месте дырочка, еще, потому что хозяйка, извините, она жрет. У нее на завтрак каша, на обед каша и на ужин картошка. Ну, это женский вариант. А если верхнее сознание мужского пола, то у него еще пиво, которое просто углеводистый продукт. У него еще, ну, как бы, мужчины, они же едят хорошо, или риса лупанул, или картошки лупанул, или пол ведра макарончиков, и вот такая ситуация. Ну, и очень многие, конечно, грешат по хлебам, хлебобулочным изделиям. Слушайте, ребята, 40 минут, и эти несладкие продукты в виде глюкозы приходят в вашу кровь. Гликация, гликация, еще раз гликация. Ладно, я замазала. Я замазала. Холестерином замазала. Но плохой холестерин что делает? Он окисляется по периферии, он окисляется под воздействием кислорода, который есть в тканях. И я должна замазать еще раз, потому что вокруг возникло перифокальное воспаление. И еще раз, и еще раз. И сколько я замазываю? Столько раз происходит окисление, и столько раз мне нужно замазывать вновь. Это приводит к атеросклерозу кровеносных сосудов. А атеросклероз кровеносных сосудов начинается чуть ли не в детстве. То есть, ну, был такой момент, ребята американской армии погибли. Ну, и сделали вскрытие. И обнаружили, что у них атеросклеротические отложения на кровеносных сосудах, хотя ребята совершенно молодые. То есть, этот процесс, он бесконечный, он постоянный, и он происходит. Но просто где-то к 60 он достигает просто невероятных значений, и эти бляшки перекрывают проток. Соответственно, мы имеем инсульт или инфаркт. Вот так, собственно говоря, и развиваются возрастные заболевания. Они начинаются в очень молодом возрасте. И очень часто начинаются с гликации. Поэтому следите, чем кормить ваших детей. Я вижу разные семейные, разные семьи, на территории все включено. И сегодня было интересно наблюдение. Вчера было одно наблюдение, а сегодня другое. Вчера было наблюдение такое. Ребенок ходит по территории этого ресторана. Он может выбрать себе все, вообще все. В этом ресторане есть все. И углеводы, и белки, и жиры, и салатики может набрать, и так далее. Что ребенок себе берет? Он, конечно, себе берет выпечку, заливает все это толстым слоем шоколада и сверху красивенько клубничку укладывает. Вот это что выбирает себе ребенок, если мама не объясняет, что делать. И тут мы сегодня понаблюдали другую историю. Как папа кормит своих трех детей. В общем, дети сидят за столом и ждут, когда папа принесет им еду. Папа набрал тарелочку. Там белковый продукт, рыбка. Там салат какой-нибудь. Там какое-нибудь небольшое количество гарнира. И они едят только то, что папа принес. После того, как они поели, все поели, все поели. Встаем, идем на теннис. То есть сразу физическая нагрузка. Я не умею играть в теннис. Я тебя научу. Ничего, не переживай. Вот это нормальный подход. Потому что дети не знают, чем себя кормить. В школе этому не учат. В институте этому не учат. И мы вырастаем взрослые люди, умные, с тремя высшими образованиями. И мы не знаем, что положить в свою тарелку. И начинаем пухнуть и пухнуть. Пухнуть и пухнуть. И в конечном итоге это заканчивается не только просто, даже не ожирением. Это, как правило, просто лишняя масса тела, но это заканчивается болезнями цивилизации. И я на некоторые вас уже натолкнула. Невозможна нормальная работа иммунной системы, если ты ешь углеводы. Невозможно нормальное построение клеток, структур своего тела, если ты ешь углеводы. Невозможно защититься от атеросклероза, если ты ешь углеводы. Невозможна работа транспортной системы организма, если ты ешь углеводы. Много чего невозможно. Как это увидеть в своей крови? Единственный гликированный белок определяется в крови. Ну, может быть, какие-то еще определяются, но вообще в лабораторной практике это гликированный гемоглобин. Посмотрите, залезьте в свою кровь и определите, сколько гликированного гемоглобина в вашей крови. Называется HbA1c. Вот так вот называется гликированный гемоглобин. Норма гликированного гемоглобина 5%. То есть и в норме гемоглобин гликируется нашей глюкозой, никуда от этого не денешься. Норма 5%. Если у вас гликированный гемоглобин 5%, у вас минимальные риски иметь инсульт, инфаркт, злокачественные опухоли и так далее, тому подобное. Если у вас гликированный гемоглобин 6%, вот к рискам умереть от болезней добавьте плюс 28%. Как вам это нравится? А если ваш гликированный гемоглобин 7%, к рискам умереть от любых болячек цивилизации добавьте 56%. 28 плюс 28. И на мой взгляд, это самый главный признак, который нужно смотреть в крови. Но даже не спешите тратить деньги на это исследование. Возьмите просто сантиметровую ленту, обогните вокруг своей талии. И если вы девочка, и вы увидите, что талия больше 80%, не переживайте. Гликированный гемоглобин высокий. Вот это главное. То есть вначале мы годами жиреем, и только потом нас догоняет гликация. Уважаемые дамы, господа, медицина это просто. Здоровье это очень просто. Сделайте талию меньше 80% для женщин, меньше 94% для мужчин, и все вообще упрощается. Поэтому еще раз говорю, разберитесь в своей тарелке. Это не высшая математика. Половинка вашей тарелки это высокобелковый продукт, половинка вашей, ну где-то с вашу ладошку, это низкоуглеводные продукты, которые имеют низкий гликемический индекс до 40%. Это что, высшая математика? Это что, очень сложно? Это сложно отказаться от хлеба. Если пузо растет, по-моему, совершенно нет. Поэтому я вас верю, как всегда. Я надеюсь, что вы верите в меня. Но сейчас еще 3 минуты для красавиц. Красавицы пьют коллаген. Прям размешивают коллаген и пьют его. Красавицы делают мезотерапию. Девушки, уровень глюкозы в вашей крови абсолютно равный, идентичный уровню глюкозы в вашем межклеточном пространстве. И если в этом межклеточном пространстве есть коллаген, а он там есть, то коллаген, будучи белком, тоже слипается и гликируется. Это называется гликостарение. И на втором месте гликостарение сразу после первого места. На первом месте по темпам старения кожи – это фотостарение. Когда ультрафиолетовые лучи падают на нашу кожу, и это приводит к пигментам, пятнам и так далее. Это называется фотостарение. А на втором месте сразу же гликостарение. Только на третьем месте хроностарение от возраста. Поэтому, если я вас не пробила по гемоглобину, если я вас не пробила по атеросклерозу, если я по другим моментам вас не пробила, слушайте, ну поберегите свой коллаген, потому что это очень важно для красоты. И те девочки, которые исключили не только сладости, но и крахмалы из своей пищи, они имеют совершенно другое личико. По цвету, по тону кожи, по простроенности кожи – совершенно другое лицо. Поэтому, надеюсь, я была вам сегодня полезна. Если полезна вот так, если бесполезна вот так, всё знаете, значит, пожалуйста, есть другие каналы. Буду вас рада видеть с новыми темами. Приходите, подписывайтесь, есть колокольчик там где-то в Ютубе, чтобы когда шла новая трансляция, вы имели доступ к этой трансляции. Всех люблю. Старости нет? Старости нет! Есть передозировка углеводов в питании человека.